3 миллиарда 950 миллионов рублей. Такую сумму задолжали за жилищно-коммунальные услуги жителей области по состоянию на 1 апреля текущего года. Из них почти 3 миллиарда – это просроченная задолженность, то есть по срокам неплатежа более двух месяцев. Одна треть долгов приходится на коммерческие и бюджетные организации, а две трети – на население. За тепло только жители должны 1,137 миллиарда. И то это одна организация Курганская генерировщика. Основные должники – Шадринск и город Курган. Долги мешают коммунальным организациям провести подготовку к отопительному сезону, а управляющим компаниям готовить жилой фонд к зиме. К сожалению, не всегда граждане понимают, чем это может грозить. Ограниченность средств, ограниченность ресурсов не даст возможность выполнить все необходимые работы в установленный срок. Для погашения долгов коммунальщики обращаются с исками в суд. Взысканием задолженности занимаются судебные приставы. За прошлый год они взыскали более миллиарда рублей. Но это только половина суммы, которая по суду подлежала взысканию. Парадоксально, 64% – это исполненные производства должниками, по которым являются женщины. Средний возраст их должников составляет 47 лет. И из этого количества работающее население составляет 67%. И только 30% – это должники пенсионного возраста. Главный судебный пристав Курганской области считает, что доходы для своевременной оплаты услуг ЖКХ у населения есть. К образованию долгов, по ее словам, приводит жилищно-коммунальный нигилизм. Все долги нужно платить своевременно. Своевременно, тем более, как я уже сказала, 77% отсысканной суммы – это удержание из дохода. То есть деньги есть. Просто не соблюдается. Просто непонятно, по каким причинам люди не платят. До половины суммы заработной платы или пенсии должника принудительно взыскивается в счет погашения долга. К ним добавляются 7% исполнительского сбора в пользу приставов. А в скором времени злостных неплательщиков могут вовсе начать выселять из занимаемых квартир. Чаще всего, конечно, это когда сумма уже более 50 тысяч и так далее. То есть 50, 100 и более. Назначено ухудшение жилищных условий. То есть если квартиры, там трехкомнатные квартиры, могут выселить и в однокомнатную квартиру. Бывали случаи и выселения без предоставления жилья. Менее благоустроенный, отдаленный район. То есть жил в центре, сейчас где-нибудь там будет на окраине города и так далее. Я думаю, для населения это будет очень серьезным стимулирующим фактором. Добавим, что выселение из квартир будет крайней мерой и не станет носить массовый характер. Она будет применяться выборочно. Максим Ахахонин, Николай Волков, Дмитрий Тихонов, Александр Карпов, информационное агентство Курганру.